МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове обновили доску почёта. 25 пожаров произошло в Сарове с начала года. Основная причина – неосторожность при курении. Инклюзивная школа здорового образа жизни «Баланс». Новый грантовый проект клуба «Лотос». Далее расскажем обо всём подробно. Общение с телефонами-мошенниками для Анастасии, молодой учительницы из Нижнего Новгорода, обернулось огромным долгом перед банками. Получилось около 1,8 млн. С разных банков. Для меня большая. Но получается, все кредиты, которые я должна сейчас закрывать, они выходят где-то в месяц тысяч по 40. Но у меня такой суммы нет. То есть, извиняюсь за эмоции. Просто ещё надо и за квартиру платить, и в принципе жить как-то. Девушке позвонил якобы следователь из Москвы и сообщил, что злоумышленники получили доступ к её данным и могут набрать кредитов от её имени. Чтобы этого не произошло, нужно опередить мошенников, исчерпать кредитный потенциал в банках и вывести деньги на безопасный счёт Центрального банка. Анастасия поверила, так как злоумышленники действовали очень правдоподобно. Они подчёркивали это всеми документами. То есть, очень много всего как бы такого. Хотя при этом, кроме самого сотрудника Центрального банка, был ещё следователь, который тоже со мной созванивался. Они даже по видеосвязи со мной созванивались. Да. Вот. И как бы вот обрабатывали почти, ну, три недели. Вот. А там уже под конец я уже сама начала что-то такое странное замечать, потому что они уже с кредитов начали переключаться на кредитные карты. И вот тут-то я уже как бы поняла, что что-то уже не то. И вообще вся ситуация растянулась. Анастасию убедили, что делиться с кем-либо подробностями дела ни в коем случае нельзя. Якобы в действии статья Уголовного кодекса о неразглашении материалов предварительного расследования. Мошенники получили доступ к телефону Анастасии после того, как она установила приложение якобы Центрального банка и полностью контролировали и отслеживали все её действия. Центробанк напоминает – нет никакого безопасного счёта, а сотрудники банка никогда не позвонят вам. Если по телефону вас просят назвать финансовую информацию, это верный признак того, что вы разговариваете с мошенниками. Мошенники постоянно придумывают новые схемы. Тренд последних месяцев – персонификация атак телефонных мошенников. Злоумышленники заранее изучают все доступные сведения о человеке, его профили в соцсетях, список друзей, место работы, материальное положение. Источников информации у преступников несколько. То, о чём человек сам пишет в своих аккаунтах, какие сведения оставляет на различных сайтах и то, что раскрывается в результате утечек. Мы всегда рекомендуем ни с кем не делиться своими персональными и финансовыми данными, не сообщать никому коды из СМС. Киберпреступники умело используют манипуляцию и психологическое давление. Их задача – вывести человека из спокойного состояния и отключить у него критическое мышление. Безопасных ячеек и защищённых счетов не существует. Это уловка злоумышленников. Самый действенный метод – прервать разговор. Отмечу, что преступники используют IP-телефонию, осуществляя звонки с абонентских номеров, схожих с официальными номерами банков и официальных организаций. При этом они могут находиться в любой стране, что заструдняет сотрудникам полиции установить их местонахождение. Информация о распространенных схемах финансовых мошенников и способах им противостоять размещена в специальном разделе на сайте Банка России и на просветительском сайте Банка России «Финансовая культура». Светлана Ярунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Петр Герминович Кузнецов – доцент кафедры общей физики СРФТИ, декан факультета довузовской подготовки, кандидат технических наук. Еще со школы Петру Герминовичу легко давалось изучение физики и математики. С этими предметами он в дальнейшем и хотел связать свою жизнь. После армии он поступил в педагогический вуз. Можно сказать, профессия учителя Петру Герминовичу была уже предрешена. Я не единственный учитель в семье. Еще в школе преподавала математику у нас моя двоюродная сестра. Моя родная сестра также закончила педагогический институт и работала учителем биологии и химии в школе. У меня жена также является учителем иностранного языка. В институт поступают студенты с разным уровнем подготовки по физике. И на первых порах не всем легко дается изучение предмета. Поэтому Петр Кузнецов старается сделать так, чтобы ребятам было интересно постигать законы физики. Преподаватель проводит много демонстрационных опытов. Главный принцип в деятельности Петра Герминовича – научить учиться. Мои ученики уже становились неоднократно победителями, призерами заключительного финала Всероссийской Олимпиады школьники. Один ученик уже сам является кандидатом математических наук. Также я вижу результаты среди студентов. Мои студенты, может так сказать, неоднократно становились призерами Всероссийской студенческой Олимпиады. Становились победителями призерами одного из самых престижных конкурсов. Это я профессионал. А Елена Клюева занимается воспитанием еще только подрастающего поколения. В студенческие годы она работала вожатым и воспитателем в лагере. Проходила практику как педагог-психолог. Поэтому найти общий язык с детьми Елене не составляет труда. Она работает педагогом-организатором в зоне свободного посещения при клубе по месту жительства. А также выступает координатором Центра патриотического воспитания и движения «Волонтеры Победы». В рамках движения «Волонтеры Победы» мы принимаем участие, сопровождаем ветеранов на параде 9 мая. Мы участвуем в акциях «Георгийская ленточка» наша любимая. Это блокадный хлеб, это митинги. Это вот сейчас у нас проходит такая благотворительная акция, как «Красная гвоздика», где мы собираем средства на приобретение медицинской помощи для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий ветеранов. Также у нас проходят разные форумные кампании. Наши волонтеры принимают участие. Это как «Иволга», «Территория смыслов». Елена Клюева вошла в топ-100 волонтеров Нижегородской области и в топ-250 конкурсного проекта «Лидеры Нижегородской области». Высокие результаты показывают и воспитанники Елены. Один из волонтеров «Победы» получил благодарственное письмо от губернатора региона. Другой активист победил в городском конкурсе в номинации «Волонтер года». К нам дети ходят с улицы, и они еще не знают, чем им заняться. А мы им здесь рассказываем, показываем и даем возможности принимать участие в разных мероприятиях, акциях, проектах. И тем самым они себя находят. Мне нравится в них вкладывать, и я вижу от них уже какую-то такую позитивную энергию. За высокие достижения в своей деятельности Петр Кузнецов и Елена Клюева удостоены быть в числе тех, кто украсит доску почета. 15 фотографий представителей городских организаций появятся на обновленной доске в течение июня. Напомним, что традиционно кандидатуры на доску почета определяются на основании ходатайств городских организаций. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Сарове продолжается следствие по факту гибели 14-летнего подростка. 16 июня компания подростков отдыхала в необорудованном для купания месте. Мальчики ныряли в воду с мостикой, один из них после прыжка начал тонуть. Ему на помощь бросилась девочка, но, к сожалению, помочь не смогла. Спустя 15 минут тело подростка извлекли из водоема сотрудники аварийно-спасательного отряда. По данным регионального МЧС, за начало купального сезона на водоемах области погибло уже более 10 человек. Основной причиной стало купание в необорудованных для этого местах. 60% утоплений происходят в нетрезвом виде, а дети и подростки нередко гибнут из-за того, что за ними плохо смотрели родители. Призываем повторно провести со своими детьми инструктаж об особой опасности при нахождении на водных объектах. Напомните им, что ни в коем случае нельзя находиться у воды одним, без присмотра. И с наступлением купального сезона в обязательном порядке используйте только специально оборуданные для этого места, где осуществляют дежурство спасателя, медицинские работники, которые в любую минуту могут оказать вам помощь. При купании запрещается заплывать за границы разрешенной зоны, подплывать к лодкам, катерам, катамаранам, нырять и долго находиться под водой, прыгать в незнакомых местах с причалов и других сооружений. За полтора-два часа перед заплывами лучше поесть легкую пищу. Если при купании свело ногу, ее необходимо распрямить силой, взявшись рукой за большой палец стопы и потянув его на себя. После прекращения судорог необходимо сменить стиль плавания, некоторое время полежать на спине, массируя руками ногу, а затем медленно плыть к берегу. Если человек хлебнул воды, ему нужно приподнять голову над водой и откашляться. Энергичные движения рук и ног помогут удержать тело вертикально в воде. Уважаемые нижегородцы, выполнение данных правил позволит сохранить жизнь вам и вашим близким. Помните, ваша безопасность – это ваша ответственность. Согласно анализам Межрегионального управления номер 50 ФМБА России, неудовлетворительные результаты по микробиологическим данным показали воды из протяжки и Филипповских озер. Пробы из прудов Борового и Балыковского, реки Сатис в районе лодочной станции соответствуют гигиеническим нормативам. Напоминаем, что в Сарове купальный сезон официально еще не открывали. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Рост числа пожаров фиксирует спасатели. За первые полугодия текущего года количество возгораний достигло 25. За этот же период прошлого года их было 22. Большинство пожаров случилось из-за непотушенных окурков. Также жители нарушали правила эксплуатации электрооборудования. Большая часть у нас случается на квартирных жилых домах, в частных жилых домах, ну и также на территории садоводческих некоммерческих товарищей, так как они у нас большие. Сейчас дачный огородный сезон, все топят бани, но не все, так скажем, за ними хорошо следят. В мае серьезный пожар произошел на улице Зернова 37 на крыше. Как рассказывает Виктор Колобков, ранее в доме производились огневые работы с целью ремонта кровли. Была угроза распространения по всему чердачному помещению, но, так скажем, прибывшие подразделения смогли локализовать и ликвидировать пожар на такой стадии, когда серьезные последствия были без, так скажем, повреждения жилых квартир. В основном пострадали они от пролития, но огонь на них не пришел. Еще один случай в мае произошел на улице Юности 13. На восьмом этаже вспыхнул балкон. Причиной возникновения пожара стало возгорание горючих материалов от попадания на них непотушенного окурка. Была угроза распространения на выше лежащие этажи. В квартире находился на момент пожара ребенок и родители. Там тоже у нас без травмирных, без пострадавших, слава богу, все произошло так. Единственное, что пострадало, это имущество граждан. Недавно из-за непотушенного окурка на улице Бессарабенко 17 загорелся мусор. В результате пожара пострадали деревянное напольное покрытие и лакокрасочное покрытие стены. Кроме того, в коридоре дома, на потолке, стенах и входных дверях квартир остались следы копоти. Сотрудники МЧС просят граждан быть осторожными, следить за электроприборами, тушить окурки от сигарет и грамотно обращаться с огнем. В период лета возгораний становится больше. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Летом необходимо внимательно следить за состоянием собаки. Если дома нет кондиционера, в жару закройте шторы и разместите лежанку собаки в хорошо проветриваемой комнате. Не оставляйте питомца без притока воздуха. Это нужно для того, чтобы охладить животное. На пол вы можете положить влажное полотенце, чтобы собака могла на нем лежать. Убедитесь, что у животного есть доступ к свежей воде. Есть охлаждающие воротники, в общем, охлаждающие коврики. Очень много всего сейчас можно приобрести, слава богу. Поэтому даже на нашем празднике собака, плюс я, французик, приходила в охлаждающие пополнения. То есть это все можно купить в легком доступе. Но, конечно, что немаловажно с собакой не ходить на пляж, если вы пошли. Потому что это вы сообразите, что сейчас мы пойдем искупать. Да и то у людей бывает тепловой удар. Чего уж про собак говорить. Тем более, что они сидят у нас рядом практически на пляже, не купаясь, ничего. Потому что, ну, нельзя. В жару следует пересмотреть рацион питомца. Летом собаки меньше двигаются, а значит, расходуют меньше энергии. Поэтому не стоит перекармливать их. Выгуливать собаку лучше рано утром и поздно вечером. Днем выходить с хвостатым на улицу нежелательно. Понятно, что физические нагрузки противопоказаны. Ни в коем случае. Если же все-таки вы куда-то пошли, то, значит, ну, там, ну, понятно, что не по солнцу, а по синьку это раз. Потом, мне тоже, когда я вижу собаку, каждый раз хочется хозяина разуть и пройтись по асфальту. То есть, мы ходим в обуви, да, и не чувствуем, что асфальт горяченный. А собаки босиком ходят. Поэтому, понятно, что плюс к тепловому вы еще и ожог у собаки получите запросто. Нельзя оставлять в миске недоеденный корм, особенно быстро портящиеся продукты. Из-за высокой температуры пища протухнет и вызовет отравление. Из-за жары у собаки может начаться линька. Поэтому необходимо чаще вычесывать ее, помогая сбросить лишнюю шерсть. Если вдруг вы видите, что собака у вас дышит, обильно дышит, задыхается, даже не считая собак плоскомордах, брахицефалов, всех собак, значит, что первое, во-первых, у собаки сердечный приступ. Понятно, что можно кроволольчику накапать, это раз собаке дать. Второе, тут же ищем хотя бы где-то в заморозке мясо какое-нибудь. Берем мясо, кладем собаке на голову, чтобы было. И собаку нужно охладить. Понятно, что опять же мочим мы простынку и тоже кидаем собаку. Ну и хватаем ее и едем в ветвищебницу. Будьте внимательны к состоянию собаки в жаркие летние дни. Если вы заметили, что питомец не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у него учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный синюшный оттенок или началась рвота, то необходимо срочно оказать первую помощь. Берегите своих четвероногих. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Сделать спорт своей ежедневной привычкой. Научиться готовить вкусно и полезно. Познакомиться с новыми друзьями. Приобрести новые навыки и хобби. Все это про новый проект «Инклюзивная школа здорового образа жизни. Баланс». Екатерина Неконорова, руководитель клуба «Лотос», второй раз победила в фонде президентских грантов. И теперь в Сарове будет такое пространство для детей и молодежи с ОВЗ-инвалидностью, где они смогут приобщиться к здоровому образу жизни. Ребята будут не только изучать, каким образом организуется процесс приготовления тех или иных блюд, согласно правилам правильного питания, но и будут заниматься спортом. В рамках проекта будут проводиться занятия в тренажерном зале, занятия по корригирующей гимнастике с профессиональными тренерами, у которых есть специализированное образование по адаптивной физической культуре. Участники будут играть и в адаптивные настольные спортивные игры. В рамках проекта пройдет семинар для специалистов, работающих с детьми и молодежью с ОВЗ и инвалидностью. В город приедут психологи из Ростовской области, Нижнего Новгорода, которые расскажут о новых тенденциях, современных технологиях в работе. Также пройдет большой онлайн-конкурс по кулинарии для участников из Нижегородской области. Проект «Инклюзивная школа здорового образа жизни «Баланс» вырос из кулинарных мастер-классов участников клуба «Лотос» с Татьяной Прониной, которая учила ребят готовить различные простые и полезные блюда. С 2021 года мы сотрудничаем с Татьяной Прониной. Вообще это замечательный, великолепный человек, который сама предложила нам сотрудничать. То есть она полностью организовала весь процесс приготовления блюд за свой счет абсолютно. Для участников клуба «Лотос» это было бесплатно. И мы с ней сотрудничали на протяжении последних трех лет. Мы выиграли тоже с ней региональный грант. У нас был «Инклюзивная кухня про вкус». В рамках проекта издали каталог рецептов тех блюд, которые ребята готовили. В новом проекте участники продолжат сотрудничать с Татьяной Прониной. Сейчас для занятий предстоит закупить необходимое оборудование. Инвентарь, специальную форму, фартуки и колпаки. Также в проекте будут проходить семейные пятницы. Участники проекта готовят вместе со своими родителями. Это мы сделали для того, чтобы у родителей была возможность убедиться в том, что дети у них очень самостоятельные. И опять же, процесс приготовления в таком семейном кругу, он всегда сближает. Как и отношения, например, налаживаются и улучшаются, как внутри одной семьи. Так и, например, происходит сближение еще с другими семьями. Для участников пройдет цикл психологических тренингов, направленных на снятие психоэмоционального напряжения. Ключевым событием проекта станет городской инклюзивный фестиваль здорового образа жизни. Все занятия стартуют с сентября. Присоединиться к ним еще можно. Для записи звоните по телефону 99 112. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Лето, пора отдыха и шашлыков. Многие выезжают за город. Но не все знают, что в жаркий период нужно быть особенно внимательными. Разжигать огонь в специально установленных местах, топить баню под присмотром и всегда тщательно тушить окурки сигарет. В Сарове установлен четвертый класс пожароопасности. Спасатели рекомендуют горожанам не посещать леса и тем более не разжигать там костры. У нас проводятся в выходные праздники и по будням рейды совместно с другими силовыми структурами, которые выявляют как раз нарушители. Штрафы сейчас большие. Не нужно портить отдых себе и, так скажем, финансовое положение свое. Штрафы в пожароопасный период от 10 тысяч до 20 тысяч на граждан, на юридических лиц еще больше. После отдыха на природе необходимо убрать за собой мусор. Он может загореться от воздействия солнечных лучей. Разводить костер можно только на своих участках и на тех территориях, которые не граничат с сельскохозяйственными землями. Пищу приготовить можно, но нужно это делать аккуратно и безопасно. То есть, если это частное домовладение, соблюдать определенные расстояния до жилых строений, зданий и так далее. Смотреть, чтобы ветром угли никуда у нас не разлетались. Что касаемо природы, то, соответственно, если это происходит на природе, соответственно, там должны быть все меры предосторожности. Сотрудники МЧС рекомендуют сыровчанам быть бдительными в жаркую погоду и напоминать, что возгорание может произойти за секунду. От нас с вами зависит благополучие города. СОРОВЧАНИЕ Графима Сыровского пошел от курского купца Ивана. С этого момента Валентин Степашкин решил составить генеалогическое древо преподобного. Работа с архивными документами и с первоисточниками длилась очень долго, не один год. И, естественно, приходилось выезжать по нескольку раз в архивы, работать с документами. И вот к 2011 году материал сложился таким образом, что мы решили с директором музея города СОРОВА, что необходимо такое древо изобразить в художественном плане. Вместе с художником-реставратором разработали проект. И теперь древо Серафима Саровского дополняет экспозицию об истории монастыря Градского музея. Валентину Степашкину удалось расширить количество родственников святого до 160 человек. Изначально было их известно только 37. В процессе исследования были сделаны и новые открытия. Саровский историк нашел неизвестного до сих пор племянника Михаила. И узнал, как на самом деле звали бабушку преподобного Серафима. Бабушка преподобного была Федосия Наумовна, обычно во всех жительницах, в литературах, в литературных источниках обозначена. Когда я изучал эти документы архивные, то прочитал, что она оказывается не Наумовна, а Максимовна. То есть неправильное прочтение отчества послужило к тому, что долгое время бабушка была совершенно чужой человек. Составить свое генеалогическое древо может каждый человек. Начать исследование стоит с беседы с родственниками, расспросить про их воспоминания, о том, что они знают и чем могут поделиться. Дальше на основе полученных данных предстоит работа с архивами в разных городах. Специалисты говорят, что составить свою родословную можно на 300 лет вглубь. И даже если в роду не было дворян, найти своих предков все равно возможно. Начинается поиск информации о родственниках, сообщения со своими родственниками, разбора домашнего архива, то есть это свидетельство о рождении, браке, смерти, различные открытки, блокноты, письма. Дальше человек запрашивает необходимые документы в ЗАГС. С 1925 года и до нашего времени документы хранятся в ЗАГСе, а до 1025 года документы хранятся в архивах. У кого предки жили в Москве и Московской области, тем можно воспользоваться оцифрованным московским архивом. В поисковике нужно вбить фамилию, имя, место жительства. Немногие знают, что пехота ополчения для войны с Наполеоном в 1812 году формировалась в городе Арзамасе. В его рядах было около 20 тысяч человек, в том числе эскадрон кавалерии, легкая батарея. Ополчение под командованием графа Грузинского дошло до Гамбурга и штурмовало город. Проект «Дорога героев» 1812 года руководитель военно-исторического клуба-победителя Вячеслав Лапашов защитил на уровне города. Молодежные студенческие патриотические объединения пройдут по пути следования Нижегородского ополчения, сформированного в Арзамасе. Пеший марш по следам как раз этого ополчения, по дороге. Первый этап его рассчитан на три года, что мы с соборной площади мы стартуем, соберем своих военно-исторических клубов студентов, пригласим поучаствовать и жители Арзамаса, Нижегородской области, тоже студенческие военно-исторические клубы, военно-исторические, патриотические, всевозможные. Большая группа одним днем пройдет первые 20 километров по следам ополчения от Арзамаса в сторону села Абрамова. В пути будут делать причалы с легкими перекусами. К пешему маршу, который запланирован на 15 сентября, готовятся серьезно. Шьют знамя, готовят форму и другие необходимые вещи. Это будут, во-первых, привлечены и сами дети, во-вторых, они больше узнают о своих же собственных земляках, узнают, ну и немножечко пройдут по дороге, немножечко поняв, что все-таки даже 20 километров в день – это эгегей. Ну, в смысле, это достаточно сложно. 15 сентября пройдет первый этап пешего марша. В последующие года ребята пройдут еще несколько отрезков пути по территории региона по примерному пути ополчения. Проект «Дорога героев» 1812 года отправили на конкурс «Росмолодежь». Планируют подать его и на «Росатом». В период летних каникул Центральная городская библиотека Маяковского по традиции готовит разнообразную и обширную программу для детей. Чтобы лето прошло интересно и с пользой, в библиотеке уже не первый год проводят ряд интерактивных мероприятий в рамках программы «Смарт-каникулы, не школа». На них с удовольствием приходит группа из пришкольных лагерей. Цель наших мероприятий – это привлечь интерес к книге, к чтению, организовать нескучный досуг наших горожан, наших ребят. Те дети, которые отдыхают в пришкольных лагерях, приходят к нам в библиотеку и могут посещать мероприятия разной направленности. Есть мероприятия патриотической направленности, есть мероприятия, которые направлены на то, чтобы узнать что-то об искусстве. Тематика встреч в Маяковке самая разная. Например, ребята побывали на мероприятии под названием «Робинзонада» – «Как выжить в летнем лесу». Ребята узнали, какие знания и навыки нужны, если остался один на один с лесом, как себя вести и что делать, получили памятки. Постарались на этом мероприятии обговорить с детьми, какие же навыки могут пригодиться для того, чтобы не потеряться в летнем лесу. Или если вдруг такое случилось, то есть что нужно делать для того, чтобы, скажем так, благополучно выйти из данной ситуации. Ребятам очень понравилось это мероприятие. Они с удовольствием отвечали на вопросы, продумывали, как можно в той или иной ситуации поступить. Все мероприятия «Смарт-каникул не школа» проходят в интерактивных игровых форматах. Присоединиться к встречам могут все желающие. Следить за афишей можно на сайте «Маяковки» и на сайте «Арт-саров». На «Смарт-каникулы» можно записать и организованные группы. Для этого звоните по телефону 994-06. За прошлую неделю сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали два ДТП с материальным ущербом. В одном ДТП пострадал человек. 12 июня вечером автомобиль ехал к торговой точке по пешеходной дорожке парка «Зернова» и наехал на пешехода. Пострадавшего врача осмотрели и отпустили домой. Мужчина двигался к торговой точке забрать оборудование. У него было разрешение для осуществления торговли. Он двигался, пешеход вышел, воспрепятствовал его движению. И получилось такое происшествие. В летний сезон на пешеходных тротуарах появляется много средств индивидуальной мобильности. Велосипедов, самокатов, моноколес, гироскутеров. И такое соседство для пешеходов представляет не только неудобство, но и опасность. Водителям таких симов следует помнить, что на тротуарах преимущество всегда у пешеходов. Также нужно быть максимально осторожными и внимательными при движении, ограничивать скорость. На тротуаре по умолчанию преимущество имеет пешеход. По тротуару велосипедисты могут двигаться в том случае, когда у них отсутствует возможность движения по проезжей части по правому краю. То есть там, где, например, припаркованные машины, прибыльная интенсивность движения большая, он может двигаться по тротуару, но с соблюдением требований правил движения. То есть должен двигаться аккуратно и уступать дорогу пешеходам. Также по тротуарам на велосипедах могут ездить дети до 14 лет. За минувшую неделю выявлено 223 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Задержали трех пьяных водителей. 105 нарушителей были не пристегнуты ремнем безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин